Друзья, всем привет! Я знаю, что вам очень нравятся подборки рецептов, и сегодня я покажу, что мы с мужем будем готовить себе на новогодний стол. И первое блюдо, которое мы приготовим, это, конечно же, оливье. Но мы будем делать его в этом году не классическим способом, мы сделаем его с рыбой. Я снимала недавно рецепт оливье с соленой рыбой, со свежим огурцом, со свежим горошком, и он просто невероятно вкусный. Я в него влюбилась еще в прошлом году, и теперь готовлю оливье именно по этому рецепту, и очень вам советую попробовать. Для того, чтобы салат выглядел еще эффектнее на праздничном столе, его можно подать не в салатники, как мы все привыкли это делать, а порционно на тарелочках, или даже выложить салат с помощью специальной формы, специального пресса, который продается во всех магазинах. Кстати, ссылки на все пошаговые рецепты будут в описании к этому видео, поэтому заходите, смотрите, переходите на страничку с рецептом, и там все очень подробно расписано, как готовить, какие продукты для этого нужны, и что в итоге получится. Второе блюдо, которое я обязательно приготовлю на новогодний стол, это шоколадное печенье в форме елочек. Возможно, некоторым покажется, что печенье на новогоднем столе это странно, но я так не считаю, мне кажется, что и это печенье будет смотреться красиво, эффектно, и, кстати, оно очень вкусное, с чаем на десерт прям замечательно. Третье блюдо, которое я буду готовить на новогодний стол, это куриное филе в беконе. Это такая закуска, она делается очень просто, куриное филе нужно предварительно помариновать, по-моему, минут 20, завернуть в бекон, убрать в духовку и идти заниматься своими делами. Она сочная, вкусная, красивая, нашим гостям всегда нравится, я считаю, что эту закуску можно готовить вообще на любой праздник, она всегда будет к месту. Друзья, еще раз напомню, что ссылки на все рецепты с их подробным процессом приготовления будут в описании к этому видео. Четвертое блюдо, которое мы обязательно приготовим на наш праздничный стол, это утка в духовке в цитрусовом маринаде. Утка по этому рецепту получается просто невероятно сочной, мягкой, вкусной, но главное, что готовить это блюдо просто. Нужно замариновать утку и поставить ее на ночь в холодильник, а на следующий день просто поставить в духовку и ждать. Пока утка запекается в духовке, мы можем заняться своими делами, приготовить какие-то другие блюда, отдохнуть, поспать, и, кстати, к такой утке классно подойдет брусничный соус из замороженной брусники. Его легко приготовить на сковороде в ковшике, рецепт соуса тоже будет в описании под видео. Вот такие вот блюда мы приготовим с мужем на этот Новый год. Они очень простые, вкусные и создают атмосферу праздника. Желаю вам приятного, веселого Нового года, праздничного настроения. Надеюсь, эти рецепты тоже вам пригодятся. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.